Ребята, всем привет! Находимся в Анталии. Сейчас как бы мисс Сезонье. Но позади меня находится интересный отель. И мы сделаем его полный обзор. Называется он Астерия Кремлин Палас. Чем он хорош или чем он кому-то не понравится, вы можете судить в дальнейшем по этому видео. Ребята, ну вот проходим охрану. И Воскресенские ворота. И попадаем на территорию отеля. Заходим в Кремлин Палас. И первое, что вас встречает, это большой холл. Смотрите, как здесь все красиво выглядит. Рыбки. Валихвосты, перепуганные немножко. Время. Время правильное. Чем вас встречают? Специи. Турецкое кофе. Это турки. Гвоздичка. Играет легкая музыка. С левой стороны ресепшн. С правой стороны кафе. Кондитерка. Стольчики. Креслица. Столики. Ну, если мы выходим с этого исторического музея, ну, с основного здания отеля, то мы сразу попадаем на бассейн. С правой стороны бар у бассейна. Территория отеля занимает более 75 тысяч квадратных метров. Перед нами бар, которых на территории отеля 7. И сразу же видим жилой корпус, который выполнен в стиле Большого Кремлевского дворца. Значит, где-то 875 всего номеров. Этот отель может заселить около 2000 человек. Указатели, куда нам можно пойти. Аквапарк, теннисный корт, доктор. Что хочу сказать за бассейн. Вот перед нами бассейн. Сейчас мы его покажем. Бассейн с разной глубиной. Здесь стандарт 1,45 м, здесь 2,05 м. Вот основной корпус, где ресепшн. Мы там его прошли сейчас. Есть парковка. Кстати, футбольные поля. В настоящее время тоже присутствуют детские футбольные команды. С разных стран съезжаются. Наверное, какой-то был турнир. Теннисные корты. Вот ботные горки. Колизей. Пляжная зона. Она как бы состоит из двух частей. Это основной пирс. Если есть возможность, по нему пройдемся. Вчера был шторм. Его разобрали, чтобы волны не позбивали все эти перепонки деревянные, по которым ходят люди. Настил так называемый. Второй пирс. Вот такая вот схема. Идем дальше. Выходим на мостик. И вот с правой стороны мы видим... Вот как раз я говорил о глубине этого бассейна. Это 1,45 м здесь. Как бы удобно для всех. На заднем плане виднеется соседний отель. Это Топ Капи Палас. Вон тоже, видите, такие башенки сделаны. То есть, все в миниатюре. Копия дворца в Стамбуле. Рядом с основным бассейном присутствует детский бассейн. И здесь же присутствуют детские горки. Но сейчас не лето. Пляжных отдыхающих нет. Никого, соответственно, нет. Горки работают по часам. Сейчас оно все закрыто. Но это в летний период будет все работать. Очень переменчивая погода в Анталии. То все зонтики, которые от солнца защищают отдыхающие, они закрыты. И запакованы вот такие одежки. По поводу лежаков. Лежаки из сетки. Для людей с ограниченными возможностями есть вот такие подъемнички. То есть, вас опустят прямо в бассейн. Неудобств вы не будете ощущать. Вот, ребята, смотрите. Значит, еще что хотел сказать. Здесь тоже еще глубина метр сорок пять. Можно проплыть под мостиком. И в то же время вот стоит ограничение. Вот, типа, предупреждение, что дальше, дальше идет глубина больше. И если мы подходим вот перед бассейном, написано 2.05. Кто плавать не умеет, в этом бассейне вам делать нечего. Оракул. Это отсюда идет вещание на и музыкальное, и информационное. С этой такой вышки, скажем так. Вот такой вид, ребят. Вышли к схеме. Здесь же душевые. Вот кто-то загорает, лежит. Каждый занят своим делом. Просто гуляем по отелю. Погода хорошая. Играет музыка. Солнышко. Прямо перед нами Колизей. Там проходят выступления артистов. Всевозможные конкурсы, когда работает анимация. Проходим. Видите, вот здесь тоже есть бар под Колизеем. Но он сейчас не работает. Скамеечки убраны. Навесы еще есть. Ну, такое. Написано детский клуб. Это вправо. Сейчас покажем здание, где проходят концерты. Колизеем. Астерия Кремлин Палас. Так все выглядит симпатичненько. Покажем вид сверху. Кстати, по поводу этих сидушек. Они каменные. Так что с собой берите под попу подушечки. Идем дальше. С правой стороны вот мы проходим детские горки. Это туалет. И потихонечку вот выходим. Здесь присутствуют три бассейна. Это как бы на каждую горку идет свой бассейн. Отель только приводят в порядок после зимней спячки. Хотя, опять же скажу, отель работает круглогодично. Вот такой вид на жилые корпуса. Смотрите. Получается здесь три горки. Большая горка это такая, наверное, там съезжают на надувных каких-то матрасах или, я не знаю, там круги выдают. Здесь просто ускоренный спуск и туннельный такой спуск через зигзаги, змейки и вылетаете в этот бассейн. Здесь же под горками организован туалет. То есть вам далеко бежать куда-то в туалет не нужно. Все удобно. Кстати, все пытался понять. Бутафория или камень? Ну, похоже на бутафорию, хотя тяжело сказать. Пройдемся дальше. Посмотрим территорию отеля. Справа колизей. Там вот деревья приводят в порядок. Это желтое здание это кафедральный собор. Вход кафедральный собор с той стороны. Но мы туда зайдем. Давайте сначала покажем Большой театр. Написано кафе Пушкина. О, спрятались. Кафе Пушкина. И что там внутри у нас? Никого. обойдем и покажем. Кафедральный собор. Сейчас внутри находится клуб. В клубе там проводят мероприятия. Тоже такие танцы, концерты. Сейчас я вам покажу все поближе. О, боже. Что-то тут овечка или собачка. Да нет, это тигр. Спрятали его как-то в ямке. Был сильный ветер. Вот у нас грейпфруты, апельсины. Все валяется на полу. Я уже такой срывал. Ну, пускай лежит для красоты. Написано Сенат Диско. Ну, что в этом Сенат Диско зайдем? Опять же скажу, здесь присутствуют туалеты. Где туалеты? Направо, налево. Надо зайти. Заходим. И вот такое вот здание красивое. Здесь люди пьют чай, кофе и не только. Идем к пляжу с правой стороны. Проходим опять же мимо кафе Пушкина. Колизей. Опять же, по территории отеля везде указатели. То есть, заблудиться вы не заблудитесь. Вот. И центральная аллейка это проход именно к пляжу. Вот идем сейчас на пляж. Ну, пляж сейчас не работает, ребят. Ну, все равно море показать надо. Я вам покажу. Покажу, как устроен пляж. В принципе, какой состав щебенка, гравий, что там у нас, камни. Ну, чем хорош этот район, я вам так скажу. В принципе, здесь в основном только мелкий песок. Это один из баров, ребята, которые работают у пляжа. Пляж вот уже море. С левой стороны вы видите все рядышком. У нас был ураган. Убирают ветки, которые сломал вчерашний ветер. Чай, кофе, можно лепешки попробовать. Вот такой вот шатер. Мы взяли такие лепешки. Два чая сделаем. Я заказал лепешки взял. Решили на свежем воздухе сделать такой маленький пикничок на травке. И вот так вот выглядит вид. Это я спиной стою к морю. Лепешки гизлюмя. Вот мы взяли в этом баре. Детские площадочки. То есть приводится сейчас все в порядок. Дали море. Мы сейчас покушаем лепешки и продолжим наш обзор. Турецкий черный чай. С левой стороны по ходу движения к пляжу находится снэк-бар Аврора. Когда отель будет работать полную мощь, имеется вот такой рыбный ресторан. И он же снэк-бар называется Аврора Бич-бар. Бич-бар это бар при пляже. Вечером здесь он работает по системе а-ля-карте, так понимаю. Выходим на пляж. с правой стороны душевые. Получается в этого отеля как бы два пирса. Вот раз пирс, два пирс. И там еще третий пирс, но это уже для водных видов отдыха. вода не совсем чистая как в других районах Анталии, в том числе Кемер. Там вода конечно очень чистая, очень прозрачная. Но все потом осядет, я думаю будет все замечательно. Пока пирс вы видите, да, только готовят к тому, чтобы настил сделать. Все это спрятано. Как-то не очень весело. Ходим по песочку. Видите как шторм куда волны добивали. Мелкий мелкий песок. Давайте далеко ходить не будем. Возвращаюсь обратно. Лежаки такие же с сеточкой, как похоже на те, что около бассейна. Пальмочки. Детская площадка. Астерия Кремлин Палас. Территория огромная. Настоящая площадь с часами. Информационная такая вот площадка. Кому на йогу 10-15 кто в Дарс кто куда. храм Василия Блаженова. Да, архитектура впечатляет, конечно, ребята. Попробуем подняться. Интересно, куда я могу зайти здесь. пакетуре. хаус, снейк с 12-13 до 16 . столы проходим мимо баров бассейна вполне комфортно находиться на улице вот сейчас подойдем покажем теннисные столы еще с правой стороны главный бассейн и здесь же под навесом вот расположены три теннисных стола марва и люди играют теннис все замечательно ну что сыграем ребят смотрите сколько пчел пытаюсь показать они меня боятся улетают и пчелки работают собирают нектар ну не улетай дайте покажу улетела вдруг вам понадобился доктор вот храме василия блаженного а вот отсюда видно даже могу показать написано медицинский центр с этой стороны вход пожалуйста есть доктор но лучше туда не обращаться по территории есть беговая дорожка и не просто она выглядит как другим цветом и так далее мы сейчас его пощупали вернее я пощупал смотрите это материал вот тот который как прорезиненный здесь можно бегать шиповка действительно амортизирует какой-то вот как резина на нем стоишь вот приятно находиться ну что побежали все убежали с правой стороны колизей детская площадка вход получается со стороны колизея с обратной стороны ход детский или как это говорят мини-клуб вот его вход там аниматоры занимаются с детками рисуют там всякие конкурсы организуют очень надеюсь им там весело сразу же вот здесь вот расположены взрослые водные горки это горки отеля ну и немножко покажем рядышком расположен теннисный корт вот люди сейчас будут играть покрытие кстати хочу сказать что здесь гравий вот нашли мы теннисный мячик вот травка здесь еще не выросла а может уже и покосили но вряд ли напротив авроры бич подошли мы немножко решили перекусить гюзлеме и айран ну и взяли чай так что голодными вы здесь не будете никогда это жилые корпуса с той стороны можно там основной проход и так же вот эти переходы по переходам идем и можно зайти здесь предварительно приняв душ мы этого делать не будем да архитектура впечатляет однозначно и попадаем во двор но прежде мы видим указатели кто в каком номере живет чтобы не заблудиться пожалуйста не путайте лево справа здесь три таких корпуса вернее два таких вот корпуса вот такого квадро квадрате они квадратом расположены один такой немножко другой своеобразный корпус как бы отдельно стоящий номера на любой вкус но основном стандарт как будто настоящая крепость здесь идем по площадочке вот с правой стороны смотрите ребята видно основной корпус а также вот это здание это там где есть у нас спа-центр хамам сауны и за этим зданием теплый крытый бассейн такая небольшая лестничка вот как я говорил это вот второй корпус и следующий корпус у нас как бы вот тоже состоит из такого квадрата такое здание как бы из четырех примыкать же друг другу зданий но это одно здание и у него тоже свой дворик и я сейчас вам это покажу табличка указатель куда каким номером кто идет что хочу сказать вот это вот первый этаж это очень удобный этаж для людей с ограниченными возможностями он действительно как бы вы выходите и сразу попадаете на ровную площадочку или выезжайте на коляске лежаки везде одинаковые все сеточкой получаем полотенца и располагаемся ну вот нас здесь созываешь вот коты тут почитаемы всеми я буду уходить гуляем по отелю здесь номера конечно по шикарней будут да здесь улучшены номера смотрите вот как смотрите как расположен бассейн то есть вы выходите со своего номера у вас свой заход в бассейн бассейн во дворе что еще тут интересного таблички не на дверях а как бы вот у вас вы можете вызвать ну не за ремонтника вышли клац вызвать уборщицу магнитной карточкой открывается у нас карточка вставляется стандарт здесь только приложить вот смотрите вот так вот проходы осуществляются между номерами здесь окон нет свежий воздух все время ветерок вид на бассейн везде по всему отелю лежаки одинаковые выходим по лестничке кстати лифты везде работают без проблем заблудиться невозможно потому что везде есть указатели везде есть таблички вот так у каждого номера и свой бассейн это первый этаж вот если вы на первом этаже берете номер вам будет шикарно с утречка вышел хлюп сразу и купаешься если вдруг не погодится лежит так вот сильно печет солнышко перед нами проходы от всех корпусов они крытые то есть вы спокойно перемещаетесь под вот такими вот навесами скажем так выходим на место где люди получают полотенца вход в спа-салон хамам и баня бассейн этот в межсезонье работает по записи проблем никаких ну наверно потому что людей сейчас мало вы только подошли записались и вас уже могут запустить хоть сейчас хоть на любое время которое вы пожелаете никого сейчас здесь нету подходим самостоятельно берем полотенца два полотенца и идем в спа-центр кстати персонал здесь не только русскоговорящий а понимают на всех языках ну пожалуйста комната здесь же где у нас ресепшен на второй этаж это идут массажные комнаты наверху вот мужские раздевалки и женские покажу отдельно как это все происходит здесь находится тренажерный зал кунайден ребята можно позаниматься ходьба велосипед все очень 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 по-современному водичка вот кстати можно поработать на пресс как устроена раздевалка сейчас попробую показать давайте тут закрытые ячейки значит как это открывается нажимаем звездочку звездочку набираем три цифры свои вернее 4 и решетку после чего дверь открывается душевые умывальники все так вот выглядит душевые комнаты играет музыка успокаивающее горят свечи вот сейчас я вам покажу комнату где проводят массаж хаман видите три стола у нас ребят здесь очень жалко но очень красиво все как бы мурамори сразу покажу бассейн пока немного людей здесь конечно играет музыка люди отдыхают это детский маленький бассейн и бассейн как бы состоит из двух частей первая часть бассейна вы видите глубину глубина метр сорок пять довольно тепло кстати в бассейне примечательно что есть как бы раздвижная крыша то что я говорил бассейн поделим как бы на две части то есть вторая часть глубиной 205 здесь же вот маленький такой бассейн это джакузи если его включить будет работать воздушно такой вихревой поток и сделать массаж вот со стороны смотрим как выглядит бассейн вентиляция здесь очень хорошая проблем ну как бы воздух теплый все достаточно хорошо пойдем дальше астерия кремлин палас открываем дверь вот карточкой заходим ну встречать нас комната довольно приличного размера что здесь у нас имеется да в общем то все необходимое для удобного жития бытия а именно значит вот кровать двуспальная большая диван раскладной можно тут еще если надо с детьми приехали поселиться разложить диван прикроватная тумбочка с одной со второй стороны телефон работает если что номер вызова там по моему 5050 выход на балкон сейчас немножко там как бы на улице темно покажу обязательно выйдем солнечную погоду везде кругом всевозможные шкафчики ноутбук спрятать холодильник да вот пожалуйста холодильник что вас холодильнике джентльменский набор водичка фанта кола телевизор беко турецкого производства присутствует у нас здесь значит смотрите тоже централизованная ставим 30 градусов включаем и вперед если нам холодно подогреваемся жарко включаем на кондиционерное большое зеркало присутствует значит что здесь присутствует во-первых есть надписи на турецкий английский немецкий русский как пользоваться сейфом сейф добротный довольно большой нет я видел тапочки тапочки здесь столик для сумок урночка стульчик обычная обычный шкафчик ты уже разделся закрываем ванна туалет вернее здесь да здесь ванна значит смотрите как все здесь устроено туалет два в одном беды телефон на месте здесь же душевая полотенца все имеется слоник фен всевозможные крема шампуни будем разбираться для чего не что да все есть номер очень удобный посмотрим поживем увидим будет ли он душевный это время покажет так ребята ну утро наш очень хороший номер действительно замечательный выйдем на балкон как я обещал посмотрим как здесь все устроено кнопочка это фиксирует открывание сегодня уветрено как-то прохладненько да давайте сразу вид сосны везде что здесь на балконе маленький столик пару стульчиков есть место для сушки полотенец хотя полотенца здесь меняются без проблем когда слышите что на улице творится лучше не ходить и закрыли дополнительно ко всему значит хотел показать что есть набор тут иголки он какие-то нитки булавочки ложечка для обуви мешочек пакетики все по мелочам всех современный электронный ребята еще раз хочу показать один номер который в общем-то рассчитан на троих карточка у нас уже вставлена здесь и смотрите пожалуйста номер для троих человек то есть если вы приехали втроем ребенок с вами вот здесь две такие кроватки они просто друг дружки составленные и третья кроватка около балкона принципе уютно нормально все тоже только три пары тапочек тот же чайник водичка телевизор ну еще сейчас покажу выйдем на балкон как мы это любим делать о так интересно здесь все это не знаю что такое наверно для красоты сделано ну и вид из окна сусны высоко посмотрим сразу сантехнику чтобы уже не было вопрос то так свет включен унитаз два в одном почему-то два полотенца набора косметики вернее как там шампунь все такое прочее фен такой слоник рабочий вариант здесь темновато в ванной но смотрите здесь уже три полотенца больших банных ну все так же душевая все кабинки ванна большая нужно выбирать и купаться так ребята идем с нашего замечательного номера на обед достаем карточку сразу пропадает свет все красиво здесь идем по коридор чеку попробуем показать сейчас чем угощают на обед вот видите выходим сразу попадаем на бассейн хорошее место расположения идем по такому проходу тут попадаем снова на центральную часть основного здания где находится ресторан можно подняться пешком также на эскалаторе картины ну вот сразу чувствуется что приближаемся к ресторану овощи хлебушек пожалуйста в ассортименте здесь супер курица тушеная картошка диетические здесь блюда рис вот пожалуйста индейка шпинат шпинат жареная курица лук порей вот фиш рыба на пару но тоже диетическое блюдо шашлычки шашлык из куриных куриный гриль это скумбрия гриль и котлеты пюрешка фаршированный перец с оливками рыба рыба со сливочным маслом не знаю что такое интересно мясо индейки мясо индейки грибы с говядиной рис ну а вот ребята это все творное для диеты как правило ей редко кто пользуется выкушает хлеб там нарезать можете сами самостоятельно тот который вам понравился можно сделать и тост пирожные смотрите какая красота ребята тортики умеют все красиво сделать и главное вкусно да как хочется все попробовать только как это все сделать физически это просто нереально ну смотрите бабочки мандаринки мандолиналар турецкий чай вот напитки вы видите вот так вот располагаются отдыхающие так идем к своему столу честно говоря можно заблудиться ну вот так вот мы примерно соорудили наш обед ну как обычно всем желаем приятного аппетита а магазинчики которые находятся в отеле в принципе здесь можно приобрести что вам душе угодно здесь есть и сувениры и матрасы и вот пожалуйста на подарки и полотенечко дождевик вдруг вы попали под дождь или же катаетесь на лодочке магазинчик здесь и одежда и все что необходимо welcome thank you здесь можно приобрести все то что вы могли забыть дома то что необходимо вам для пляжа допустим спортивный костюм куда-то вы хотите там на пробежку еще куда-то также здесь есть и джинсы и шорты выбор сумок можно пожалуйста выбрать футболки смотрите выбор пляжных сумок кто-то дома забыл никуда далеко ехать не нужно то есть у вас тут все будет при месте даже чемодан для поездок вот пожалуйста да купальники здесь цены я вам скажу даже не могу сказать если это евро то это все в евро 35 евро где-то вот так вот купальный костюм 49 евро примерочные ремни зонты шляпы чтобы не получить солнечный удар доллар евро кредит карта нет проблем то есть любой валюты карточка вы можете здесь рассчитаться все спасибо большое так ребята здесь косметологический кабинет мараба лукет можно смотрите здесь можно сделать пилинг предлагается косметические все принадлежности заплести можно косички желающим будете выглядеть вот так вот удлиняют волосы спасибо большое кстати по отелю везде много картин вот сейчас только заметил смотрите это потолок походу обзор будем заканчивать всего самого всем доброго а самое главное мира что хочу еще сказать пару слов про интернет интернет берет по всей территории в том числе и на пляже видеозвонок можно осуществить то есть скорости хватает вопросов здесь не возникает единственный там такой минус как бы когда вы долго им не пользуетесь он периодически отпадает отваливается ну это скорее всего связано с тем чтобы ну не буду говорить почему ну вот такая вот есть есть такой маленький минус периодически приходится нажимать на кнопочку переподключиться ну ничего страшного ехать вам в этот отель или не ехать это решать вам кому-то нравится такая архитектура кому-то нет единственное что хочу сказать здесь в отеле вы будете находиться ну как мини-городе мини-сити куда-то специально пойти вы не сможете только ехать или же экскурсии кто любит пляжный отдых тут будет хорошо вы попадаете в отель у вас здесь есть все рестораны кафе алкоголь в том числе зарубежного производства пиво но тем кому нравится где-то бродить в нашем случае нам отель ну мягко говоря не зашел все ребята всем пока мира и добра подсветка храм василия блаженного и вместо красной площади у нас большой голубой бассейн